всем привет всем привет с вами шмагов на галлюши мы сегодня поиграем в группы названию выезли рвалюши и посмотрим что это за играю насколько я понял мы будем играть за судью и будем собственно говоря принимать решение фазы сердце я здесь ты слышишь я все отдал ради тебя за что-то отрекся от меня моих венах течет твоя кровь как ты мог я для тебя пустое место почему ты его оплакиваешь он был никем я во всем предзошел его люди будут следовать за мной отец вы революсион или революсию или ну да ну вы поняли да мы революция франция конец 18 века французским флагом мы будем плевать так следующий раз напомню что я собирался перестать пить эту бормотуху напомню до того как я начну ее пить мы же поссорим фемиду ха ха кто-то идет это значит мой друг я судья судья да так к этому все ушло матильда я же говорил папочка ты сказал что мы сходим ты обещал у твоего папы много важных дел да стаканы стаканы сами себя не опустошат ты обещал мне срок уже можно я уже устала просить мамочка злится потому что а ну цыц сегодня твой любимый сын решил доказать что у него больше чести чем у отца и начал драку пятилетний ребенок на сети хотели поговорить с тобой случившимся но ты ты сражался за правое дело в трактире да чтоб тебя пьяница проклятый мама документы и письма перетащите документы чтобы изменить их расположение щелкните чтобы просмотреть их содержимое события реагируйте на событиях игнорирование может привести к серьезным последствиям запись на книжка посмотрите подробную информацию о текущей событии действовать и персонажей вертикт примите во внимание последствия определить судьбу под судимого настройки здесь вы можете изменить настройки игры ознакомить текущим балансом сил в париже с вашим положением в иерархии интриги сложны противостоять между вами и другим политическими игроками одно поражение может вылиться в катастрофические последствия влияние основной расходы материал в игре произвести к сумму так уведомление глобальный модификатор некоторые ваши решения и изменения в игровом игре могут последствия собой появление глобальных модификаторов их эффекта повлияет на отношение репутации влияния вы можете посмотреть новости примите решение разные действия могут потребовать траты разного количества очков влияния и иметь разные шансы на успех будьте внимательны ваше пристрастие больше не секрет то что из-за них вашего сына задирают другие дети не такая уж и проблема но кто распускать эти слухи наверняка для своих родителей они наверняка шепчат своим детям на ухо с кем не стоит играть и почему и они могли даже приукрасить рассказы выдуманными подробностями но до кого еще могут дать ей эти истории явление минус одно так папка сделан судя алексе фидель от вашего сына мы никак не ожидали такого поведения невинная детская игра вылилась нападение на наших детей у младшенького антона теперь сколот спереди зуб поиск связи дерющиеся дети попытки возможна ошибка из 4 ловушки в некоторых делах могут находиться запутывающую вас тема ловушки не имеющие отношения к делам эти четыре достижения а так назад назад из такой повторительством действовать более решить и мы найдем управу на игрок к и пьяницу будь он даже судью и мы не позволим избивать наших детей орли дипан так открыл какой-то вопрос открыт вопрос все вопросы были открыты так собирать информации влияйте на решение присяжных задавая вопросы подсудимому просто как так вышло что вы от игры пришли что именно они говорили кто начал драку ты правда сломал антона чтобы задать вопрос вам сперва нужно их же блокирует системы связи как так вышло что вы от игры пришли к драке соседские дети антон и жанна не а тебе говорили всякого мы играли в стражников я не скажу чтобы я чтобы я был пьяницы они будут меня ну ты дрался сразу с ними двумя мне пришлось что именно они говорили и слишком пьян чтобы догадаться я тебя не спрашивал они кричали что ты я я им сказал что это все враги они стали обзываться называли меня сыном пьяница то начал я могу сказать то и закончил ну кажется это был я я ударил того кто стрел слева потом хотел нас этого кто справа но они они взяли вверх они меня повалили на землю дали сдачу и редрик слишком маленький ему силы не хватит и знаю нет вряд ли его бил по лицу да наверное не так сильно так вопросов подсудим так я все я я все туда 0 вопросов больше нету значит я здесь так отношения плохие отношения с фракцией за счет плохие последствия для вас например накаленность секциях парижа репутация очки влияния так хорошо ваша пристрастия больше и секрет то что из-за них вашего сына задирают другие дети на кашу проблемно распускать эти слухи наверняка кто-то за из родителей я понял это мы сделали пролог влияние я потерял иерархию можно посмотреть да мы тут мы тут как бы до низкой фланг вердикта наказание примите более важное решение приговорить по земле любите невиновным и молодец мужчин уже начать честь семьи несмотря ни на что даже такие малыши понимает о чем говорят отец моих детей лжец пьяница игрок бернар когда добрался тебя примерно в часть он быстро повзросел теперь вперед фредерик узнать правду который говорят даже на улицах а вы раймон вы же должны быть наставником моего мужа и чему вы решили его учить тому как повторить ваши ошибки и лишиться семьи я не думал что матильда столь напористо как и мы подождем снаружи как и всегда так сохранение пари париж либерте свобода нас захватила идея свободы мы не могли противостоять целые семьи заполнили улицы франция никогда не была так счастлива нас захватила идея свободы фрагмент первый акт ну то есть пролог мы как-то прошли свобода как-то пролог прошли удачно или неудачно я исчез не знаю опа ожидаем про здесь вы видите какого вердикта ждут фракции ваши близкие папка сделаем новости соседские кривотолки отец семейства в этот раз решил проявить глупость и выступить против того кто был сильнее него он пригрозил вам кулаком сказал дядя что им нечего бояться к вашим доводам он не прислушал вот того он указал точное место куда вам нужно их засунуть так записная книга не то папка сделан я честно так это какое это первое дело в участок национальной стражи возле рынка ле аль обратил лё аль обратился один из торговцев ги дэнио срывающимся на крик голосом он рассказал что владелец прилавка по соседству якобы осознанно налил дёгтя в бочку сельди принадлежащую дэнио разумеется дэнио требовал наказать виновного солдаты сходили на рынок и выяснили что вкус усилий действительно приотвратный тем не менее за отсутствие мулик салады не стали никого наказывать спустя несколько часов стража вернулась в лё аль теперь их вызвал жан курбисту самый торговец который обвинил дэнио и на трассу лик было предостаточно начиная с самого дэнио который громил длинный палка прилавок своего соседа перед множеством свидетелей значится значится у нас есть дёгать что ж открыт вопрос те вопросы открыты это замечать присяж еще не готовы вынести вердикт протокол а ну я ничего не пока я подписывать не буду подожди я хочу сообщить что граждан курбис не платит износу за свой пролап даже открыто крискутного правительства говорит с клиентами папка сделал а ну так а мы здесь уже все мы можем ваше имя дэнио свежая рыба с 1772 года и в индолин с вчерашнего дня я не горжусь тем что сделал но сколько же можно и ты это говоришь после того как полгода назад сперва из моим кассы 8 франков и какой-то беспризорник у тебя стащил пока ты замолчите оба вы не должны говорить пока вас не спросят систематическое ограниченное решение присяж может повалить из собой серьезные неприятности так чем торгует гражданин курбис овощами и фруктами а вы продаете рыбу прямиком из ипора и лёпитидаля ясно тогда почему один из вас пришел в лёаль с дёгтем а другой с деревянной палкой ээээ гражданин не помню откуда взял палку наверное валялось где-то рядом с прилавками а вот курбис точно все заранее спланировал похоже конфликт между вами длится уже долгое время все началось когда этот негодяй поставил свой прилавок там где должен был располагаться мой прямо возле входа это было не твое место а ты занял его после старого шокета и шина и вы с тех пор так и не смогли прийти к компромиссу если так подумать то это началось даже раньше его жена взяла у меня кефаль а жан отказался за нее платить из-за этой гнилой рыбешки заболела вся моя семья радуйся что я не мне повторить умолкните иначе вас обоих ждут проблемы посильнее вы нашли ваш донос на гражданина курбиса почему вы его написали он его написал потому что я начал продавать шпроты замолчи уже миссио судья я только хотел оказать городу услугу каждый торговец должен платить взнос за свое место в ль аль и курбис не исключение лжец прощелыка не помнишь как сам прятался у мясника от королевского мытаря тишина а я то пытался уйти от поборов при короле а ты начал уже при революции замолкните замолкните оба теперь опять освободить гражданин курбис подойдите поближе а вопрос к здесь вы подожди а его я не мог никак записная книжка репутация минус 2 у меня да подожди а его то я как то могу расспросить или очки влияния уведомления а а понял я понял ну давай вы прям подверглись сомнению новые порядки это сплошная климета придуманная человеком который продает старую камбл это значит нет конечно я же простой торговец а не политик почему в тот день у вас с собой был дёготь я продаю фрукты но мои поставщики иногда берут у меня дёготь для отпугивания вредителей а для чего вы налили его в бочку гражданина Дэню я ничего подобного не делал наверно он и сам налил чтобы снова меня отклеветать обманщик успокойтесь лишение свободы а этого не надо лишать свободы но здесь мы были здесь не нечего делать протокол недоступно в этом деле так это это мы все прочитали отчет нет а бланк виде вердикта мне нужно так что то выберите вредит что посмотреть как он повлияет на отношения фракции присяжного проголосов за тюрьмы заключение что такое наказание достаточно теперь парижане будут покупать рубы в другом месте граждане за мандализм и приговаривать из заключение предупредить стражников что им придется нелегко не думаю что народу понравится столь суровое наказание перейти далее перейти далее после суда член здесь чтобы перейти к следующей сцене революционер 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 минус 4 позволь напомню что ты обещал пойти со мной я чувствую что этой ночью луна благотворит игрокам жак луи давид к сожалению они не благоволит супружеским отношениям господу следует посылать нам жон осознающих важных вечерних игр в кости еще им следует знать что броски приносит больше удачи если достаточно выпить а мне нужно домой присутствие судей имеет преимущество другие игроки определенно воздержаться от жульничества звучит не очень убедительно позволь представиться жак луи давид если лишь скромный художник а не велеречивый судья ты пройдоха и политикан жак и как политикан я понимаю важность исполненного обещания а ты монами мой друг пытаешься от него отвертеться нет домой не сегодня жак мы дома семьей кушаем и да это я я недоволен едой почему тоже нормально вроде оооо жена радостная а я угрюм потому что не поиграл в костярский да наверное не знаю поздний вечер дом судьи что ничего можешь опять меня читать как обычно я рада что ты дома ты знал что фредерик иногда представляет тебя как кругосветного путешественника он фантазирует что ты плаваешь в далекие страны и участвуешь в чудесных приключениях но он бы предпочел чтобы ты был рядом здесь на суше мы все этого хотим я не хочу смотреть как ураган разломать твою лодку и накроет ее волнами нет никаких волн пури приближается черные тучи нависли над берегом подожди вот достроят гильотину твои весла разом сломаются а волны мы несут тебя в такое место куда тебе ни за что не хотелось бы попасть вместо где нет нас твои родные тебя любят но нам не под силу будет отыскать тебя в темноте который уже сгущается над тобой ваши действия судьи могут влиять на отношения с семьей и что действия в кругу 7 вернусь домой вы сможете решить как провести с от огня вечер пример театре вещь с дедушкой совместное чтение демонстрация каждая действия полетно речи у семьи на их отношение к вам также на дедушка это кто бернар ухудшилась а ты ушел принял день 2 свободы и 2 сказал день 2 свободы или я сказал нормально актер неважно играем сегодня люд парижа чтит память мэра этампа жака гиомо симоно разъяренная толпа растерзала его за то что он исполнял перед францией свой долг этот марш символизирует единство нашего общества и надежно на то что наиболее жестокая пора революции уже миновала отныне ни один верный слуга франции не должен пасть жертвой подобной ненависти симона был хорошим благонадежным чиновник мы эти потомки учинили над ним самосуд за то что он был верен закону ты пойдешь со мной на марш на марш идти не идти не да я не понял он был нам давай на марш мы должны показать что боремся с самозваными судьями стоим нас и стоим на стороне пострадавших от их рук интересно для чего король почтил нас своим визитом людовик 16 участвовал маша плечом ключу с простыми парижанами очень неожиданно что я запнулся на так король людовик о прошу продолжаете я лишь понаблюдаю в стороне считайте что меня здесь нет у меня два дела слышал мол слышать о молодом и амбициозном судье трибунала мне стало любопытно что им движет правосудие или потеха если можно так выразиться опа репутация очки влияния плюс 3 простой люд плюс один хорошие отношения с отцом репутация плюс один хорошее отношение с женой ёптель так я вообще красава да новости соседские кривотолки ой а чего упала все в этом городе только у мертвых нет дурных привычек какое вам дело до досужих разговоров это какие-то плохие новости ну ладно а записная книжка смертный приговор рисунок вашего сына тигр это хорошо так эффекты эффекты есть революционер низко так ну ладно мы просто смотрим на игру мы же тут не не эти самые да второй день плохо начал так ладно а смотри вы причем чтобы обсуждать и прочий а проще это вот эти вот все понял так значит папка сделан погнали посадимый оливье мюглер 65 лет я не замочных дел мастер известный среди всех грабителей парижа как создатель невыл невзламывая их замков в прошлом месяце владельцы парижских стекольных мастерских жанрюд луи ру и фердинанд салан сделали у него заказ на замки для витиеватых сундуков для хранения ценностей предположительно предназначены в качестве подарков для их супруг слесарь заверил что его работа не поддается взломе взлому вскоре после завершения работы дома промышленников подверглись серии грабежей устроенный недавно прибывшим в париж гектором вианом орлеанским вором пойманом на месте преступлений застреленным фердинандом саланом при убитом была найдена дорогая карта тюргос отмечена ним домами недавно ограбленных промышленников поразительно что но салан дал точно такую же карту мюглеру в качестве аванса этот залог мюглер это кто поразительно он дал мюглер в качестве аванса этот залог шел в дополнение к оговоренному платежу от всех заказчиков интересная информация была получена от владельца таверны урыжий марго она вспомнила что в ночь перед словами она видела слесаря вместе с незнакомые мужчины она описала ее внешность на основании ее показания мы заключили что это был никто иной как выше упомянута геттер виан мужчина вещь и черпил за счет мюглера улика карта парижа найдена при гекторе карт парижа улика вечерняя попойка улика ёптель блин 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 여�èle блин Да ёптель! Блин, ну я вообще не... Я впервые слышу это имя. Вот как! Занято слышу такое после того, как вас с ним видели за несколькими бутылками вина в трактире у Рыжей Марго. Это теперь считается преступлением? Нет, но вопрос в том, зачем вы отрицали закон со Стим. Ваша пьянка была прикрытием для обсуждения плана на ограбление? Никто из моих собутыльников не представляется как Гектор, и я не планировал никаких граблений ни с Гектором, ни с Виктором, ни с Гюго. Я просто слесаря зарабатываю с ним ремеслом и хорошие деньги. Грабежи для безработных неудачников. Узнаете ли вы эту карту? Нет, не припомню, чтобы видел её раньше. Ферден Салан тут утверждает, что дал вам эту карту как авант за вашу работу. Неужели? Этот гнусный второсортный торгаш, он вручил мне жалкий ключок бумаги за изготовление трёх замков и смеет утверждает, что он стоит больше трёх тысяч франков, которые должен мне? Частного труженика судит, а мошенники достают свободе. Не, тишина в зальсу, да. Так какая-то карта вам принадлежит вам? Нет, не принадлежит. Тогда где эта карта, которую вы получили от гражданина Салана? Потерял где-то, но она не стоила и хлебной корки, так что плакать по ней я не буду. Но если она у вас, то, возможно, вы её у меня украли. Вы лучше запишите, что Оливье Мюглер требует оплату Рюда Рю и Салана. Это вы отметили адреса трёх жертв на этой карте? Ничего нигде я не отмечал. Дома ваших клиентов отмечена карта. Я уж не знаю, кто их там отметил. Вы лучше спросите человека, у которого нашли эту карту. Может, судья сам их отметил и забыл? Не кажется ли вам, что в вашей истории слишком много совпадений? Вы получили карту, но потеряли, а потом её нашли на теле вора, пограбывшего ваших клиентов. Я слой на чайности не изучаю, только замки. Я больше не могу, да? Ничего. Блин, плохо. Очень плохо. А мне кажется, что он виновен. Я приговорю, гражданин Мюглер, тюремный срок, увидите заключённую. Возмутительно. Как вы смеете, так поступать с ним виновно? У нас есть улики, убедительные доказательства и удобный приговор. Для судей, по крайней мере. Но ты и впрямо так уверен в его вине? Вас вообще волнует наше решение? В будущем вам всё-таки к нам прислушиваться. Да, и пошли в жопу. Ну, да, нужно, видишь, открывать эти, всё зависит от этих, от вопросов. Были и те, кто искренне любил короля Людовика XVI. Он служил напоминанием того, что у французов были благородные предки. Не позволяй собой манипулировать тем, кто не обременён ответственностью. Мне от этого грустно. Кто-то посоветовал ему произнести эти слова. Кто-то, кто прекрасно чувствовал холодный, неотвратимый ветер перемен. Мне жаль не короля, а тех, кто его заменит. Ведь у них не будет великих предков. Один из нас. Французы маршируют по улицам Парижа бок о бок, ряд за рядом, чтобы почтить память Жака Гиома Симоно, мэра Этампа. Он был расти даже за толпой, наказан за закон, которого он не принимал, но по которому был вынужден подчиниться. Его убила свобода слова. И если понимать под ней право бросать камни, чтобы выразить недовольство, право убивать людей, которых вы считаете ответственным за вашу жалкую жизнь. Конечно, люди Парижа предпочли бы, чтобы мы делали вид, будто ничего не произошло. Так, у меня с репутацией все стало плохо. Твой сын отлично владеет скрипкой, у него хватает таланта и энтузиазма. Но я бы предпочел, чтобы этот энтузиазм он тратил на книжки о праве, которые я ему дал. Может ему предписано стать человеком искусства, а не закона? Мама любит, когда я играю. Нет ничего скучнее, чем изучать право. Видишь, он хочет, чтобы его карьера зависела от настроения публики. Францию можно спасать по-разному. Поверь, наша страна отчаянно нуждается в чем-то, что может ее облагородить. Пласть находится в руках простых и неграмотных людей. Пусть спасает их души своей музыкой. Это в сто раз лучше, чем зубрить законы и параграфы. Видишь, ты мне ребенка испортишь. Своих портить не могу, поэтому сосредоточился на твоих. Раз уж ты заговорил... Нет, 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 ни о чем я не говорил. Так. Ага. А, я уже все, я уже все, да? А че такое-то, где? Ну, я все принял. Это бред. С дедом, короче, мы нормальные, а у нас принялись от... Ну, в общем, не важно. Вот наш новый символ свободы. Все еще пахнет свежей древесиной. Чувствуешь себя свободным, когда смотришь на нее? Символ нужен Франции, а не таким, как мы. Франция делает. Слышал новости, да? Люди бегут с головой курицей и кричат, что Людовик и его свита сбежали из Парижа. Значит, надо недолго нам наслаждаться запахом свежей древесины. Подобные поминки не воздвигают только ради того, чтобы козить воришек или мелких аристократов. Думаешь, Келесина хочет отведать королевской крови? Попик Людовика был дурацкой затей, но, похоже, он был запланирован. Кому-то из нас придется привезти его в жертву, если его поймают, конечно. Так для этого Луи Каппет приходил к нам в суд? Чтобы нами манипулировать? Может быть, Глобаков в душе он чувствовал то же, что из создателя гильотина. Что кого-то нужно назвать предателем, даже если предателей нет. Измена. Король скрылся. Любой обладающий информацией я вам не снахожу. Я обязан немедленно поставить в известность властей. Ребята, на этом серию эту я закончу. Если понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Шумыга. Всем счастливо. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова